Они громко упадут, что Ирмеков, что Фаридун. У меня близкий друг, это Рашид Садулайов. Фаридуном я должен подраться, я хочу забрать весь его хайп и угомонить его хейтеров, они меня хейтят все. Шлеменко нормальный пацан, мне нравится, я не знаю. Привет, мое имя Вадим Тихомиров и мы встречаемся в боксерском зале «Груша» с Гамзатом Хиромагомедовым. 16 июля в Казахстане Гамзат должен будет подраться за временный титул Лиги Игл Эфси с Дауреном Ермековым, но для самого бойца это как будто бы программа-минимум. Хиромагомедов хочет забрать полноценный пояс у Фаридуна Адилова, про которого сказал одну из своих самых ярких фраз после двухгодичного перерыва. Честно, я кроме Шлеменко в этой организации никого не знаю. Фаридуна мне только что назвали, а уже пирас еще такой, в общем, боится ли он? В этом интервью о знакомстве с Хабибом, дружбе с Абдурашидом Садулаевым, Садулаев и Хиромагомедов из Черодинского района, про уважение к Шлеменко и загадочную историю, случившуюся в зале борьбы имени Ивана Ерыгина. Меня зовут Вадим Тихомиров, текстовая версия интервью есть на сайте Матч ТВ. Гамзат, слушай, вот только что удалось понаблюдать несколько жестких раундов, боксерских спаррингов ты их, а как и когда и где ты борьбу тренируешь? Борьбу я тренирую в разных местах, в Олимпийскую деревню езжу, и Лестинова Николая Анатольевича, бывает, друзья приходят, помогают. А так, как я боролся, все начиналось из борьбы, я боролся 6-7 лет, потом перешел на тайский, потом на НМА. А какой вот самый максимум там был, что ты мог выигрывать, занимать? Я был в пятерке, в чемпионат России по юношам, в Москву выигрывал раз в 7, так выезжал в чемпионат Калининграда, ну, разные турниры, очень много, как бы много призов по вольным, по юношам. А из вольной борьбы в тайский бокс почему ты перешел? У нас по вольной борьбе чуть-чуть получилось недоразумение, нас дисквалифицировали на 2 года, и чтобы не застаиваться, я решил себя попробовать старшим братом на тайском боксе. Что на борьбе случилось, почему дисквалифицировали? Так, конфиденциальная информация не могу, сейчас. Мы были маленькие, там чуть-чуть плохо поступили по отношению к нам, и... Вы реваншировали, да? Ну, можно сказать так, да, нас как бы не любили они. А это были московские или российские соревнования? Это были соревнования, это было в зале, мы тренировали в зале, и это был инсидент у нас как раз, для Ригина это было, а Штины напали на меня, на старшего брата. Там как бы, из-за этого все прошло. А ты говоришь, мы, это я с Гаджи Мурадом, да? Да, старшим братом. А сколько тебе лет тогда было? Я был маленький. Ну, типа 13-14? Мы записывали Магомеда Исмаилова с моим коллегой еще в семнадцатом году, и вот он про тебя и про Гаджи Мурада сказал так, я, говорит, их помню еще детьми, и, говорит, вот Гамзат и Гаджи Мурад, если, говорит, ты что-то про них плохое сказал или что-то сделал, будь готов, что они тебя найдут, как рано или поздно, и возмездие последует. А вот откуда он такой вывод сделал, как ты думаешь? Ну, как бы, как тебе сказать? Мы лично не допускаем к себе плохого отношения, как бы. Мы либо общаемся, либо нет, как бы. И, бывает, много подецов же в нашей жизни встречались, и, как бы, он видел это, как бы, знает, да, так же по спорту, как по спорту, так же и по жизни, как бы, идиотов хватает. И я, как бы, свою правду, свою зашиту отставил, так же, как и старший брат. А как без этого, как бы, у каждого? Мужчина есть свои принципы, и, как бы, у нас они есть, и мы не собираемся, так сказать, писать под кого-то, или делать так, как кто-то хочет, там, я не знаю. Слушай, а вы с Магой с детства, да, получается, знакомы, или с подросткового возраста? Ну, можно сказать, с детства, я его знаю. Старший брат с ним общался, я, 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 как бы, как сказать, ну, чисто так в зале, кого я мог видеть, мы так в зале встречались, а так, чтобы плотно, чтобы контакт был, у нас не было такого. У старшего брата это было всегда. Я, как бы, одиночка, можно сказать. А они больше общались в Москве или в Дагестане? В Москве, мы, как бы, выросли в Москве, учились в Москве, как бы, общались тоже в Москве, встречались. Ну, бывало, что на родине, как-никак, мы ездим туда, ну, летом, каждое лето. А ты прямо родился, да, в Москве? Не, я родился в Махачкаре. И вы рано переехали, да? С первого класса, в первый год. А ты помнишь, вот, первый район, где вы жили? Или ты там, может, до сих пор там живешь? Да, помню, я помню все районы, где я жил. Я жил на Беляево, потом на, это, Варшавке, на Хрюновский проспект, ну, Нагорное, на Лагереево. Учился на Тульской, 630-х школу тоже менял. А первая секция, получается, это вот вольная борьба, да, была? А где? Петровский-Разумовский, на УК есть, на Петровском-Разумовском. Вот, как раз там Сан Саныч был, кажется. Потом перешел на 42-ю, это на Варшавке, 42-я школа, здесь что, 42-я. Там был Юрий Саныч, он у меня. Я вообще, знаешь, как хотел, я всегда, я всегда любил это, да, как бы, руками и ногами из детства, а вольную борьбу особо так не любил, а у меня не получалось, а чуть-чуть деревянной был вольной борьбе. Но боролся нормально, как бы, старший брат лучше боролся, чем я, он более, так, пластичный. Потом получилось так, что мы перешли, короче, как в единоборстве. Я живу этим, мне нравится, я кайфую от этого. Я не знаю, если ты увидел, если ты смотрел мой спарринг, можно определить по спаррингу, наверное. Человек, когда любит это дело, никогда не любит. Ты не выглядишь очень крупным для 84-х, а вот сколько ты сейчас весишь? Я сейчас вешу, наверное, 84-й, наверное. После тренировки всегда вешу 84-й. То есть ты вообще, да, не гоняешь прямо в эту категорию? Да, я вообще не гоняю. Я люблю кушать. Просто кажется, ну, очевидным. А ты готовишь к тому, что там вот тот же Доурен, Ермеков или Фаридун, Адилов, они будут килограмм на 8-9 тяжелее тебя в бою? Как говорится, чем больше шкаф, тем громче падают. Они громко упадут. Что Ермеков, что Фаридун. Они не то, что упадут, они должны упасть. По-другому никак. Я готовлюсь, я тренируюсь. Настал мой час, настало мое время, как я тебе так скажу. Так что... У тебя была пауза 2 года, а перечислили все эти травмы, которые тебе не давали вернуться в этот момент? У меня был нос поломанный. Как бы мне саму кость поломали. Получилось на тренировках так неожиданно, не спонтанно. И один врач из Сочи как раз, он подчинил мой нос. Никто не мог. Ну, в России здесь, ни на родине, ни здесь, в Москве, ни один человек. Все говорили пластическую операцию. А мне все же, тот там взял хороший операцию, сказал полтора-два года, а что, ну, как бы, не ступать надо, не тренироваться. И ты вот прям полтора-два года ждал, пока Косте нас остался? Да, я даже два с половиной ждал, даже три ждал. А скажи, а что врач в носом сделал в итоге? То есть он просто косточки вправил или вот как это было? Мне кажется, я как бы спал, я не знаю, что он со мной там сделал. Он, мне кажется, в кости заново поломал и на место поставил. Что-то вообще прекрасно, где что? Ты тогда дал такое яркое интервью, сказал, что даже не знаешь такого бойца, как Фариду Надилов. А ты реально вот не знал его? Я реально не знал. Я как бы не слежу за бойцами, если только за близкими со своими, друзьями. А так другими, ни за чем ошибаться. Ну, я в ладера в зале видел, я вообще, если честно, я вообще не догнал. Он вообще хочет со мной бесплатно драться, он вообще с ума сошелся. Лучше я ему предложил, как бы, победители заберут весь гонорал. Так же лучше и интереснее даже. И у вас сейчас какая ситуация в лиге? Что тебе говорят, что вы с Дауреном разыграете временный пояс, что увидитель будет драться с Фаридуном? Я буду драться с Фаридуном. Победитель там буду я. По-любому с Фаридуном я должен подраться. Я хочу забрать весь его хайп и угомонить его хейтеров. Они меня хейтят все. Они уже надоели. Реально пишут в директ или еще куда-то? Да, везде пишут. Я как бы стараюсь не читать вообще гонор. Но они даже, я не знаю, они такую чушь пишут вообще. Хоть что-то писали бы интересное, что-то заинтересовать. Там, а дело Терминатора, он тебя съест, хавает, убьет, зарежит. Он там, я не знаю, боится какого-то нереального типа. Мне просто интересно, что будет, если я увожусь спать ваше. Как и что они скажут. Я как бы ради этого, я сделаю все, чтобы отправить его реально спать. Откуда у тебя уверенность, что ты лучше? Потому что они же столько же времени проводят в залах. Тоже жестко спаррингуют. Тоже ходят там два раза в день в бокс, там, плюс борьба условно. Как ты сам себе объясняешь, почему ты лучше будешь? Да, потому что у них нет того, что есть у меня. У меня есть тренера, два тренера мои. Николай Лесин и Тамерлан. И поэтому я считаю, я знаю, что они лучше в этом спорте. И они лучше знают, что и как надо делать. И поэтому они мне дают уверенность. Я как бы, ты же профессор, можно сказать, потому что я уже давно в этом спорте. Ермеков борец, Фаридун, мастер спорта по вольной борьбе. Вот кто самые топовые борцы, с кем ты на спаррингах пересекался? Сейчас, например, я всегда со сборной России по вольной борьбе тренируюсь. Как бы в Дагестане часто бывают сборы. Я бываю с ними, бываю с ними, езжу в Гожеви. У меня близкий друг, это Рашид Садулаев. Он меня всегда зовет на сборы, как бы тренироваться. Уточним, Садулаев олимпийский чемпион, да? Да. Вы прямо близко, ты его можешь назвать близким другом? Да, конечно. Можешь вспомнить, когда последний раз вы могли схватку провести? Потому что все равно у него там космический уровень. Это только в детстве мы боролись. Сейчас уже он со мной не борется, так как может травму получить. Я чуть-чуть деревянный, еще раз повторюсь, и он не любит самостоятельно. Там есть другие, там вторые, третьи номера сборников России. С ними бывает, тренируюсь. Амином Халюрия с ним боролся. Хабоня, ну их много, там, как бы с кем можно побороться. Мага, Нуров тоже, он борется за Македонию. И борьба у меня хорошая. Если Фаридун даже не проиграет, не то, что он меня у меня с ноги не сможет посадить. Меня даже сборники не могут, а с трудом сажают. С него, как бы, если могу, пройдет. А вот ты сейчас-то, на сегодняшний день, 22-23 уже имени, ты хотя бы один бой посмотрел, Ермекова или Адилова? Ермекова я посмотрел, сменею, ну, я не знаю. Я, можно сказать, я буду читать их. Я во время боя всех читаю. Я уже, как бы, знаю, что они хотят сделать, когда хотят. Я их чувствую хорошо. А Адилова ни одного боя не видел до сих пор? А Адилова видел тоже пару боев. Один бой, где ваши уронили, один бой, который он выиграл. Ну, такой, да, нудный боец. Его просто надо выцелить, и все. Я думаю, Фариду могу остановить только я, на мое видение. Потому что он такой мощный сам по себе. Если смотреть других бойцов, другие для меня вообще, как тебе сказать, как дети, что ли, но я более опытный, я считаю. Я вижу, я читаю, я знаю все, исход в конце. Ну, они тоже, как бойцы, я не буду им говорить. Они, как бы, да, хорошие, нормальные, может, по жизни достойные лично, не знаю. Но хозяин клетки там один, это я, это надо понимать уже, наконец. Ну, ничего страшного, сейчас 16-го Ермеков, а потом сразу же хочу этого, как его? Давай. Даурен, да? Даурен Ермеков. А следующий? Фаридун. Фаридун. Два вопроса буквально. А как ты представлял себе бой Фаридуна и Шлеменко? Ну, если честно, я думаю, как бы Фаридун, наверное, выиграл бы Шлеменко. Шлеменко уже, потому что его пик прошел, он уже старый, можно сказать. Я бы не хотел, чтобы они дрались. Шлеменко нормальный пацан, он мне нравится, я не знаю. Как бы, мое детство прошло, смотря его бои. Он вдохновлял во мне этот спорт, понял, я смотрел, я кайфовал, я хотел, понял. И на сегодняшний день, если он сам захочет с вами драться, я как бы подерусь. Так не подрался бы я себе. То есть тебе просто уважение как к старшему бойцу? Да, конечно, конечно. А Фаридун, он, как я вижу, в пике, и мне это нравится. Я люблю такие громкие бои, я не люблю драться со слабыми, потому что, чтобы завтрашний день мне не сказали, что ты там с кем дрался. Кто, на твой взгляд, в России в категории 84 тебе кажется равным тебе бойцом? То есть с кем ты не знаешь, как закончится бой? С кем бы был равный бой? Я думаю, нету таких. То есть в 84 ты уверен, что ты потенциал... Уверен, просто мы можем это проверить. Что говорить сейчас не будем, время покажет. А может быть я ошибаюсь, а у вас вообще было какое-то пересечение, общение с командой Хабиба? Допустим, в плане тренировок пересекался ли ты когда-то с кем-то? С Абубакаром, с Исламом Махачевым, с тем же? С Исламом он работал. С Абубак... Ну, Абубакра тоже я с детства знаю, потому что здесь в Москве. Вместе тренировались в одном зале. А где? Это было, знаешь, где? В Страгину как раз у Елисина даже ходили. И Дмитрий Носов где-то зал был. Именно с Абубакаром, да, Нурмагомедовым? Ну, там разные, у нас разные. Мы в крепости я тогда тренировался, и там разные были. А с Исламом Махачевым когда ты говорил, что тренировался? С Исламом он тренировался, спарринговал, был в Махачкале. Ну, мы такой легкий спарринг делали, накидывали. И так, чтобы работать. Ну, вот он, как бы скажу, более чувствительный. С Хабибом у тебя ни разу, да, не было ни спарринга, ни схватки за месяц тренировочный опыт? Нет, я его вообще один раз в жизни видел, и то в зале. Я ему что-то пишу, пишу, и не отвечает. Хабиб Нурмагомедов, ответь уже мне на конец. А что ты пишешь? Какие у тебя есть вопросы? Я хочу, чтобы он меня забрал, как я побью, поезд заберу, потом побью, одеваю. Я хочу, чтобы он меня забрал в Америку, туда, я хочу драться там. Я хочу зарабатывать большие деньги. Я как бы не подведу. Что для тебя сегодня большие деньги? Гонорар, про который ты скажешь офигенно, ну так вот, из-за сезаемого. Гонорар, и что там, все вместе, как там бывает вообще? Ну, условно, 10 миллионов рублей, это вот прям сумма, которая тебя сегодня заставит широко улыбнуться. Ну да, но я хочу больше. Я не хочу на 10 миллионах останавливаться, потому что у меня семья большая, и там мало, и я думаю, мы не должны на этом останавливаться. До 35 лет я не дам спуску никому на 84. На этом все, спасибо вам, что смотрели, подписывайтесь на «Разрешите вас перебить», пока!